Что самое светлое, главное помнится нам? Конечно, сказка. А на сегодня я хочу прочитать одну сказку. Русскому народу. Сказка называется Теренок. Эх, жизнь. А взрослые проблемы понимают сказка Теренок. У детей таких проблем не бывает вообще. И когда сказка стала детской, проблем не стоит. Очень оригинальная мудрая сказка, смысл которой изменился нам. Это сказка для взрослых и о взрослых. И никакой звериной общаги в поле не было. А дети уделяются картами все туда поместились. Неуправляемые мысли. Возникающая в головах людей, мучая, мешая жить. Психологи сравнивают взвешенный обезьян. Уловить, уловить, урезонить, которым трудно. Так вот, держать свои мысли в порядке. И чистоте учить, а русская сказка в дереву. Психологи. Постучим по своей голове. Иногда пишут горшок, а иногда и варежка. Варежка тоже родня слов варить. Наверное, рукавицы были для воина крепче топор держать боевой. Перчатки для женских пальчиков перстов. А варежка всегда около огня. У печки, у костра, чтобы руки не обжечь. Одним словом, пусть будет котелом. У кого-то он варит, у кого-то не варит. Понятно, что это голова. Комар, поселился в голове первых жителей. Комар, песку. Это маленькая, замудная смыслишка. Звенит. Смысли, смысли, смысли. Не дает мужику покоя. Что стоило, сразу приклопнуть этого кровососа или угнать его? А нет. Мужик тормозит, чего-то ждет. А комар уже превращается в муху-гарюку. Мыслишка разрастается. Загоревал мужик, а муха гадит в котелке. Не успел мужик окомниться. Как вместо мухи мышка наружка уже бегает. Тут прогрызал. Там спряталась. Вроде ее нет, а она тут, как тут. Это уже не основной ромка левает. И ее тоже уже нет. Вместо нее лягушка-флакушка. Сырость болотную развела. Шлеп-шлеп. А болото-то, это обида. Слезы. Вот до чего мужик себя довел. Растит, да растит свою навязчивую мысль. Тут приходит к нему решение бегства. Так мысль в зайку побегает, перекинулась. Убегу, не догоня, не поймаю. Я такой. А, ну куда бежать? Нет, куда. И зайца превращается в пикру лисом. Всех перегибрю. Вокруг пальца, а вы уйду. Классом все занято. Лисичка-сестричка тоже не помогла. А вместо нее в котелке уже ворочается волк зубами щелк. Это самая страшная, мощнейшая агрессия. Мужик довел себя до такого состояния, что готов всех порвать. Ничтожная мыслишка величиной скамарика выросла в потерянном котелке мужика волчища. Потому что он все время ее подпитывал, лелеял, не боролся с ней. А все что-то кому-то и себе доказывал. И вот тут, наконец, приходит хозяин леса, медведь. Он всех вмиг разогнал. И мужик обретает свой котелок. Теперь он сам хозяин своих мыслей. Он очищается от своих негативных мыслей. Нудить, гадить, горевать. Отсиживаться в своей норке. Обижаться, плакать. Убедет лишь решение необходимых вопросов. Врать, хитрить, выворачиваться, злиться, воевать, угрожать. Кого-то, пить, хорвать и тому подобное. Теперь у него голова на месте. Мысли чистые, добрые и светлые. Теперь он сам в своей жизни хозяин. Рядом с этой сказкой хочется рассказать о двух словах, которые также окажут закон непростоянный. Сразу и потом. Сразу. С. Раз. У. Устремление в свете разум. Тут и делаем. Не пропусти миг. Благоприятный. Возможно, он твой единственный. Потом. Переставим ударение. Поток. Слезами, потами крови придется восполнять упущенное. Если его вообще, то возможно восстановить. Вернуть тот мир, то обстановку. Но какой ценой? Закон гласит. Каждое действие равно противодействию. Немедленно. Не надеясь на вмешательство еще кого-то. Бога, судьбы и идеи. Аминь.